Добрый вечер, уважаемые соотечественники! У нас сегодня был очень горячий день, очень энергичный. Я хотел бы подвести итоги сегодняшнего дня, день выборов президента, день нелегитимных выборов. И я знаю, что сейчас в Астане стоят еще сотни наших сторонников, и ждут, как мы будем действовать дальше. Но прежде я хотел бы коротко остановиться на всех тех событиях, которые произошли сегодня. Ну, во-первых, собственно, сами выборы. Вы все видели, что выборы эта власть сфальсифицировала. Фальсифицировала стандартными методами. Сначала организовывала типа карусели, когда большое количество людей ездили по участкам и вбрасывали большое количество фальшивых поддельных бюллетеней. Второе. Сегодня в сети очень много было видео, когда работники именно на избирательных участках открыто и нагло просто стояли и вбрасывали сотни бюллетеней. Пачками. Пачками просто вбрасывали. Вы видели сегодня некие ручки, которые были на избирательных участках, когда достаточно было их чуть-чуть подогреть, подписи эти пропадали. То есть таких приемов власть разработала много, вплоть до того, что убирала видеокамеры с избирательных участков, ограничила доступ наблюдателей различных. И таких приемов у власти было десятки и сотни, которые наработаны за 30 лет управления страной Нусултаном Назарбаевым. И ясно, что мы все прекрасно знали, что эти выборы уже нелегитимны. Изначально я объяснял причину, почему нелегитимны. Но были некоторые люди, которые хотели поучаствовать, испортить бюллетени. Испортить бюллетени просто отбрасывают в сторону, они их не считают. Или просто подменят другими бюллетенями с нужными галочками в сторону нужного избирателя. Вы все прекрасно знаете, что работников разных предприятий принуждали голосовать за Хасмжимар Токаева. Вы знаете, что на многих предприятиях требовали, чтобы тот, кто проголосовал за Токаева, затем в качестве подтверждения прислал фотографию, снятую на телефон. И таких нарушений было множество. Эти нарушения зафиксированы. И поэтому, если кто-то хотел лишний раз убедиться, что эти выборы нелегитимны, я думаю, сегодня наши граждане получили достаточное количество таких фактов. Сегодня и у власти тоже был день очень такой страшный. Я лично знаю хорошо и Дарьгу Назарбаеву, дочь Нурсултана Назарбаева. Лично очень хорошо знаю Токаева. Лично очень хорошо знаю главу спецслужб Карима Васимова. И безусловно, очень хорошо знаю Нурсултана Назарбаева. Ну, собственно, всю политическую верхушку. Я могу сказать, что точно вам, что никогда Нурсултан Назарбаев и все его ближайшие окружения не испытывали такой дикий страх. Ну, представьте, человеку 79 лет, и он сейчас фактически не спит, дрожит, все время получает доклады со стороны правоохранительных органов, тихо слушает, что происходит на улице, ловит все шумы, все время в страхе звонит, так же себя ощущает Дарьга, который просто при серьезных каких-то потрясениях мгновенно убежит из страны, если она сможет. Напуган Красамжемар Токаев, тот вообще такой трусишка, я его лично хорошо знаю. Достаточно серию каких-то публикаций с фактами по коррупции и каким-то другим делам его неуспешной деятельности, так человек впадает в депрессию, у него начинают трястись руки, ему страшно. Ну, собственно, Назарбаев для этого подбирал такое окружение, окружение трусливое, таких людей, которые не способны на решительные действия. Ни в чем, ни в экономике, ни в политике. Они могут только решительно воровать, нагло и открыто. Сегодня был очень важный день, очень важный день, потому что народ Казахстана впервые за 30 лет дал серьезный бой, масштабный бой этому режиму. Я хочу поблагодарить наших сторонников, я хочу поблагодарить наших граждан. Совсем недавно в сети звучало, что недавно, вчера говорили, что наш народ трусливый, наш народ всего боится, наш народ никогда ничего, ни на что не решится. И вы, надеюсь, сегодня поняли, что наш народ такой же, как армяне, как грузины, как алжирцы, как украинцы, как те же самые наши соседи-россияне, которые тысячами выходят на митинги, тысячами выходят. И мы тоже такие, мы тоже такие же решительные. Просто нам нужно было обедниться, обедниться во имя какой-то важной и главной цели. Сегодня я с удовлетворением отметил для себя, что наш народ начал обедняться. Процесс обеднения еще максимальный, такой, когда весь народ наш обеднится еще впереди. Может быть, это произойдет в ближайшие дни, может быть, еще понадобится несколько месяцев, но видно, что этот процесс уже пошел, его не остановить. И это сегодняшний день ярко подтвердил. И вся наша политическая верхушка напугана, она жутко напугана. Завтра, безусловно, Центральная избирательная комиссия не объявит итоги выборов. Они будут стараться отложить, тянуть, какие-то скупые статические данные будут выдавать, но они будут стараться тянуть, затянуть хотя бы еще на пару дней, для того, чтобы спал этот политический накал, то возмущение, которое сейчас в обществе сформировано. И по итогам того, что сегодня происходило, и по итогам имеется в виду голосование, фальшивые вбросы вот этих бюллетеней, и, собственно, тех действий, которые сегодня произвела власть на митингах по всей стране. Да, сегодня митинги были в региональных городах буквально в 5-6, наверное, мы еще сведения собираем, но главные процессы произошли в Алматы и Астане. Собственно, мы это ожидали, но что важно, важно, что теперь те события, которые произошли в Алматы и в Астане, они подтолкнут в том числе и регионы. Очень важно, чтобы регионы начали действовать. Сегодня власть, убедившись, что регионы еще недостаточно действуют энергично по сравнению с Алматы и Астаной, начали стягивать полицейские силы из Караганды, из Павлодара, из Кокштава, из Талдыгургана в сторону Алматы и так далее. Это стало возможным только потому, что был достаточно неактивный протест в региональных городах. Но я уверен, что пример Алматы и Астаны вдохновит наших граждан. Претензий к этой власти огромное количество накопилось по всей стране и особенно этих претензий накопилось именно в региональных городах и населенных пунктов. Я уверен, что мы скоро сумеем объединить эти протестные настроения и регионы еще скажут свое слово и скажут очень скоро. Уважаемые друзья, я сейчас хотел бы остановиться именно на двух городах, не в обиду другим региональным городам, именно на двух городах, на Алматы и Астане. Сначала на Алмате, потом именно остановиться на Астане. Я могу так сказать, что эти два города сегодня показали удивительную сплоченность, силу. Именно в этих двух городах было максимальное количество международных наблюдателей и сегодня власть просто жестоко опозорилась. Жестоко опозорилась и это можно было ожидать, потому что вопрос стоял так, сохранит Назарбаев свою политическую систему, свою власть, семейную власть или нет, поэтому пошел во все тяжкие. Сегодня задерживали даже иностранных журналистов. Одному английскому журналисту так перепало, что у него под глазом был огромный синяк. Сегодня представители ОБСЕ, представители различных международных организаций фиксировали беспредельные отношения, прямое нарушение закона со стороны полицейских, которые прямо нарушали права граждан страны. Я в этой связи сначала хотел бы несколько слов сказать по Алматы. Мы ожидали, что на Старую площадь стянутся большие силы. Проблема заключается в том, что да, люди были, было несколько тысяч, полного счета сложно, произвести, потому что люди подтягивались с разных мест и к сожалению многие опоздали. Мы просили, чтобы протестующие стягивались именно к 12 часам дня, чтобы была сразу серьезная масса, которую сложно было разогнать. Но вот люди шли и шли и шли небольшими частями, группами и в итоге значительная часть опоздала. Это позволило полиции задерживать людей малыми группами. Это собственно вот организационная проблема возникла. Поэтому я заранее хотел бы уточнить, что если мы организовываем протест, то необходимо не опаздывать. Я скажу о завтрашнем дне в этой связи. Я знаю, что ряд протестующих концентрировались около театра оперы и балеты это Панфилова и Кабамбай-Батыра рядом. В итоге около 300 человек там собрались, когда полиция оттеснила со старой площади большое количество протестующих. я знаю, что завтра в 11 часов дня протестующих планируют собраться на том же самом месте. И в этой связи я предлагаю совершенно другой вариант, именно тот, который был. Я предлагаю снова собраться около старой площади, то есть Аблайхана и Тулеби. Почему? Потому что мы имеем уже опыт проведения буквально трех митингов около театра оперы и балета и точно знаем, что полиция уже научилась этот участок перекрывать вдоль Панфилова, вдоль Кабамбай-Батыра и около ресторана ИСЦИК гостиницы Алматы. То есть там уже у полиции отработан механизм блокирования протестующих, их задержания. На Панфилова обычно они ставят автобусы и это на самом деле будет ошибочное решение, потому что мы три раза уже это проходили и нет смысла в четвертый раз повторять и концентрироваться в один из часов дня на Панфилова Кабамбай-Батыра. Мы призываем уважаемых алматинцев проявить волю, проявить гражданскую позицию позицию и завтра собраться на углу Аблайхана Тулеби около старой площади около этого сквера. Сегодня протестующие собрались около памятника Маншук-Маметовой и шаг за шагом полиция это место оцепила, окружила и сумела все-таки вытеснить протестующих с этого места. И это в большей степени связано с тем, что в необходимое время в 12 часов дня не было достаточного количества протестующих. Суммарно было много, но наименно в этом месте в нужное время собралось не очень большое количество, то есть не тысячи. Поэтому мы еще раз предлагаем с учетом того, что уже дана реклама масштабная именно на Старую площадь. Уже многие знают, что именно там будет проходить митинг или проходил. Мы знаем, что соседние городов Толгар, Иссык, Каскелен с различных поселков будут стягиваться завтра протестующие именно в это место, потому что люди уже видели рекламу, они знали, что протест проходил именно в этом месте. Поэтому уважаемые наши соратники, мы призываем вас, чтобы вы завтра собрались снова около старой площади Аблайхана Толиби, выше Толиби по Аблайхана. Это первое. Второе. Уважаемые автомобилисты, вы сегодня сделали очень хороший вклад в организацию этого протеста. Сегодня, правда, машин было не очень много по Аблайхана, потому что был все-таки выходной день. Завтра рабочий день, мы снова обращаемся к вам с призывом организовать протест ровно в 12 часов дня, включить автомобильные гудки, блокировать улицу проспект Аблайхана и помочь протестующим таким образом, чтобы полицейские машины не могли выехать и увезти задержанных в полицейские участки. Еще раз, мы собираемся на Тулиби, Аблайхана, вот на углу выше Тулиби. еще раз, уважаемые алматинцы, когда мы соберем свыше 10 тысяч протестующих, никакая организованная сила полиции не сможет справиться с этой многочисленной протестующей массой, никакая абсолютно. Я уже говорил, когда мы соберем 3% от численности жителей города Алматы, нас тогда соберется около 50 тысяч человек, власть в этом городе сразу перейдет на сторону протестующих. Теперь по Алматы, по Алматы, по Астане, извините, по Астане. Сегодня астанинцы проявили удивительную стойкость, они сейчас там сотнями стоят около дворца Жастар. Сегодня Насултан Назарбаев пришлось подтянуть около 2000 полицейских, но мы с вами это уже обсуждали, когда соберется масса хотя бы 10 тысяч человек, никакая полиция ничего не сможет сделать. Поэтому, уважаемые друзья, я призываю вас сегодня прервать наш протест, пойти домой отдохнуть и завтра в 12 часов дня снова начат протест около дворца Жастар, который сегодня собрал вокруг себя тоже несколько тысяч человек, как минимум. Сегодня был на самом деле очень вдохновляющий день. Я получал информацию со всей страны, получал информацию, видеокартинки, видео из Алматы, из Астаны. Я могу сказать, что именно масштабность, организованность, энергичность, креативность наших граждан не уступает ни одним протестующим ни в Армении, ни в Грузии, ни в Украине, ни в России, нигде. Мы можем, мы можем сделать и мы добились серьезного успеха. Я знаю, что завтра в Астане тоже стягиваются наши сторонники из небольших поселков, едут из Караганды, едут из Кокчетава. Я знаю, что завтра все те, кто убедились в лживости этих фальшивых выборов, голосовали, например, за того же Касанова, они решатся и придут на этот протест, придут на протест именно к дворцу Жастар. Я знаю, что сегодня были такие, кто предлагал идти на левый берег в сторону Байтерека. Но, уважаемые друзья, Байтереку нужно идти тогда, когда мы в одном месте сконструируем минимум 20 тысяч человек. Вы прекрасно знаете, что Байтерек такое открытое сквозное место, и полиции очень легко будет заблокировать небольшую массу, если соберется даже пару тысяч человек, ее легко заблокировать. Поэтому наша задача собраться около дворца Жастар, собрать большую массу, и только после этого мы можем говорить о том, что наш протест будет развиваться в сторону левого берега. Сегодня вы видели, как организованно действовали протестующие, вы видели, например, что в Астане Байконурское РОВД подверглось такому мощному давлению, что они были вынуждены выпустить фактически более ста протестующих. Официально только власти говорят, что сегодня были задержаны в Алматы и в Астане свыше 500 человек. Как вы знаете, власть всегда врет. То есть вы можете смело умножать количество задержанных в два раза. То есть задержанных было в реальности больше тысячи человек. Больше. и участки полицейские были переполнены. Полицейские были вынуждены возить задержанных по городу, потом отпускать. Я знаю, что протестующие снова возвращались к местам проведения митинга. И завтра будет то же самое. Но наша задача увеличить количество протестующих и тогда мы добьемся важных наших целей. Уважаемые друзья, я думаю, что кто-то из вас, кто участвовал в этом протесте или даже наблюдал со стороны, проявляет скептизм, что вот сегодня мы не добились успеха, сегодня мы не добились смены режима, сегодня мы не отменили итогов этих фальшивых выборов. Я думаю, что на самом деле вы зря разочаровываетесь. Вы посмотрите, какое единство было у процессы, которые сейчас запущены, уже их не остановить. Это неизбежный процесс, эта масса будет только нарастать и нарастать, нарастать, и ближайшие полгода, это я вам говорю консервативно, режим падет. Может быть, он падет завтра, может быть, он падет послезавтра, но я почему говорю может быть, потому что все зависит от вас. если завтра в Астане мы сумеем собрать 30 тысяч человек, а в Алматы 50 тысяч человек, то этот режим рухнет в один день. Поэтому все зависит от вас. Вы все уже устали от этого режима, это общеизвестный факт, но не все готовы пойти на решительные действия, все выжидает, какая-то часть основная выжидает. Наверное многие из вас сомневались, что сегодня вообще кто-либо выйдет, кто-то говорил, что наверное 100-200 человек, но смотрите, сегодня вышли тысячи в Алматы, тысячи в Астане, вы посмотрите какой полицейский корпус вынужден был мобилизовать Назарбаев, вы видите как напуган, как напуган этот режим. И это я уверен, должно вам дать уверенность, что наш народ в состоянии на решительные действия. Сегодня наш народ это показал. Поэтому уважаемые мои соотечественники, жители Алматы, жители Астаны, я призываю вас завтра отбросить ваши сомнения и сделать решительный шаг, поддержать протестующих, обедниться и тогда вот этот беспредел, который устроил Назарбаев с вашей жизнью, с нашей страной. все, что он сделал за 30 лет, мы можем остановить завтра. Завтра всего лишь нужно 30 тысяч человек в Астане и 50 тысяч в Алматы. Я призываю вас сделать свой выбор и построить новую страну. Я убежден, что мы можем обедниться и мы можем сделать. Сегодняшний день это показал. еще раз завтра в 12 часов дня все регионы я обращаюсь к вам с призывом выдвинуться в те места проведения митинга, которые уже обозначены, на которые вы выходили сегодня. И также мы говорим об Алматы и об Астане. Мы выдвигаемся на те же самые места, которые были озвучены ранее. Астана это дворец Жастар, Алматы это старая площадь, но в Алматы это Тулеби, Аблайхана выше Тулеби, именно в этом углу. Завтра тоже решающий день. Завтра мы должны добиться успеха. Полга, Казахстан!